МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». Согласно прогнозу специалистов HeadHunter, по итогам опроса работодателей в новом 2020 году, сокращения ждут каждую десятую кампанию. Сейчас число сокращенных рабочих мест превысило количество созданных с 2011 года аж на 5 миллионов. Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф уже заявил, что в кампании до 2025 года должно быть сокращено 50 тысяч человек. А 3 тысячи юристов, например, Сбербанк якобы заменит роботами, которые будут составлять судебные иски. Специалисты Ранхикс заявили, что почти половина россиян, 45,5%, может лишиться рабочих мест из-за цифровизации и автоматизации в 2030 году. Мол, роботы выдавливают людей с рынка труда. Я думаю, что роботизация труда здесь ни при чем. Это вброс в СМИ, очередной уход от насущных проблем. На самом деле сокращения все эти годы происходили, происходят и будут на следующий год. Но они не связаны ни с какой автоматизацией. Просто работодатели в очередной раз пытаются сэкономить на заработной плате. Сокращая одного, работодатели полагают, что работу уволенного сотрудника выполнит кто-то другой. Однако у других работников есть свои обязанности, и неизвестно, как долго они смогут трудиться за двоих. Кроме того, из-за роста количества людей без работы повысится конкуренция в отраслях. Увеличение количества безработных всегда сопровождается снижением или заморозкой реальной зарплаты в оставшихся на местах работников. Поскольку повышается состязательность на рынке труда. И позиция работодателя будет, если требуешь большой зарплаты, у меня за забором людей много, я найму этого вместо другого. Что же происходит? Почему людей сокращают? Первая причина этого – переход рынка труда в тень, когда трудовые отношения не легализуются. Соответственно, у человека нет никаких прав. Зато есть работа. В России в таких условиях работают нескольких десятков миллионов человек. Однако никто точно не знает стабильность занятости в этом сегменте. На рынок труда в России сильно повлияла и пенсионная реформа. Люди продолжают работать, и нет необходимости создавать новые рабочие места. На рынке остается полтора миллиона человек, которые в случае сохранения прежнего пенсионного возраста вышли бы на заслуженный отдых. Кроме того, резко снизилась покупательская способность россиян. По официальным данным, только в этом году на 5%. На самом деле мы стали экономить еще больше. Так в России на целых 10-15% упал в этом году спрос на цветы к 1 сентября, Дню Знаний. Да, кое-где зарплату прибавили, но и эти счастливчики мало это почувствовали. Ведь мы платим 13% налог. 30% отдаем на социальное обеспечение. 20% из них берется при покупках. НДС, налог на имущество физлиц, он пока маленький, но растет в бешеном темпе. Коммунальные услуги получаем через пень-колода, а платить надо все больше. Вот и получается, что все, что мы получаем, мы отдаем. Тоже предлагают светлые головы высоких кабинетов. Отправить лишний народ на север. В Арктической зоне в 2035 году появится около 200 тысяч рабочих мест для россиян. Об этом заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков. В течение ближайших 15 лет мы ожидаем запуск сотен проектов в Арктике. И это рабочие места для граждан России, сказал он. Вообще-то за последние 15 лет население Арктики уменьшилось на 300 тысяч человек. Только из более-менее благоустроенной Мурманской области в прошлом году навсегда уехало 4,5 тысяч. Условия жизни там непростые и климатические, и финансово. Жизнь дороже, чем в средней полосе, а доходы не сильно отличаются. Так что подозреваю, что усилия Министерства и ведомств позволят разве что удержать местных. Должен сказать чиновникам, которые мечтают отправить полуголодные толпы подальше на север, что это вряд ли получится. Все же придется организовывать нам жизнь здесь, где мы родились и выросли. Это была программа «Цифры» и я, Андрей Старкин. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова